всех приветствую на своем канале орхидея татьяны пока все спят решила поиграться со своими любимыми цветами и записать для вас интересное видео для начала я приготовлю раствор чтобы наращивать корневую систему оживлять свои орхидеи беру препарат hb 101 это мой любимый препарат самый лучший и капаю одну капельку на литр воды всего этого достаточно у меня есть энергием но я люблю hb 101 он мне лучше нравится не знаю как кому ну я убедилась в том что он лучше подходит к моим растениям растворчик готов убираем его в сторону берем он нам пока не понадобится орхидейка у меня простояла ночью в препарате hb 101 ну вот поменялся раствор так как корни были не мытые просто вынутые из грунта и нужно их зачистить и обрезать наверное все таки нет не буду обрезать цветом смотрите это далматинец он цветет и на цветоносах вот открывает новые почки мне жалко их обрезать не знаю кому как а мне жалко сейчас нужно обрезать ему в корневую и начать восстанавливать наращивать новые корешки секатор я обработала у меня такой как ножнички секатор видите очень быстренький сейчас попытаюсь вам показать как я буду это все делать сниму для начала фикс эту палочку который крепится орхидейка и начну обрезать вот этот цветонос мне не нужен этот корень плотненький вроде бы сейчас наверно включу вспышку не вспышку фонарик чтобы получше видно вот так намного лучше видно вот остатки осталось мох остался ветер я его убираю вот этот цветонос обрежем полностью нам уже не понадобится хочу посмотреть корневая корневую оставим здесь зачистить немножко вот это обрезать конечно я замачивать так сильно не буду видите как она замокла за ночь аж вообще мокрая напиталась хорошо орхидейка сейчас вам покажу как я буду помочить ее такие ненужные тяжи обрежу ну подсохнет вот этой макараты не будет это желательно будем воздушные крышочки убрать если пинцетик найду сейчас лишнее подрезаю так неудобно на камеру то все делать через смотришь через мобилку кажется что это не твое растение непонятно что как в телевизоре все делаешь все равно постараюсь вам все показать потому что мне это интересно значит еще кому-то интересно это убираем желательно зачистить вообще хорошо идеально чтобы ничего не соприкасалась мокнущего со временем когда на на шейке отрастут новые корешки я это все вот так обрежу но пока это мне все нужно сейчас зачищу без вас и покажу что получилось так как не очень неудобно и говорите и зачищать зачищать умеет каждый в принципе тут зачищать много и не нужно так как это все потом отойдет в сторону подсохнет корни не будут касаться все воды и они подгнивать не будут наверно достаточно не будем больше зачищать цветоносом ничего делать не буду так как корней у нее воздушных вот достаточно теперь беру горшочек с двойным дном я вам уже показывала как наращивают корешочки мои орхидеи в горшочке с двойным дном вот такой вот обыкновенный горшочек здесь когда-то я насыпала грунт это неважно и помещаю орхидей ку вот таким образом покажу и в этот горшочек я помещаю свою орхидей ку желательно полностью погрузить туда корни и воздушные и такие корни пока листики протирать не буду они вяленькие я сначала налью этот препарат вот я беру препарат от шума готовили в самом начале и наливаю в эту в этот горшочек горшочек на фитиле двойное дно налила полностью чтоб покрыла дно и чуть-чуть зацепить горшочек и таким вот так моя орхидей к будет стоять и наращивать корневую систему это очень хороший способ часть раствора верхняя шейка не достает влаги она как бы над водой если у вас достает подставьте кусочек пенопласта или камушек чтобы она была в сухом состоянии а корни один даже корешочки если достает воды и этого будет достаточно поверьте тургор вернется к орхидей ки за короткое время посмотрите за какое вот это видите какой как ушки спаниеля висит некрасиво но я его не буду не подпирать ничего пусть он себе висит как ему удобно цветонос тоже я обрезать не буду он держится зафиксирован все в таком состоянии я эту орхидейку больше трогать не буду сегодня я и сделала все что могла листики протирать сегодня не буду пусть она немножко напитается постоит в этом растворе привыкнет к этому условию затем я уже протру листочки а сейчас возьмемся за другой для другой орхидейки у меня такого же горшочка не было я вот приобрела двойной горшочком она пока постоит нарастить корешочки а затем я уже буду сажать 2 орхидейки снимаем с нее клееночку мне очень нравятся эти горшочки я в них выращиваю орхидейки выращиваю башмачки орхидейки тоже очень хорошо в них растут особенно мини орхидейки вообще шикарно в этих горшочках большие конечно листья побольше надо в отдельных горшках аминьички миди замечательно растут в этих горшочках и прекрасно себя чувствуют они прозрачные у них все хорошо смотрите на дно горшка наливаю препарат так чтобы чуть-чуть появилась сверху пока убираю в сторону достаю свою орхидею смотрите какая паршивая у нее корневая система зато у нее сколько цветоносов сейчас буду освобождать от этих палочек крепящихся которые держат цветоносы можете не правильно их назвала но не важно у нас же сегодня видео не о палочках а том как нарастить корешочки как спасти вашу любимую орхидейку которую вам подарили или вы сами ее купили смотрите я освободила теперь в этой орхидеи смотрите цветоносы оставлять нельзя хотя вот цветочки еще хотят распуститься он очень тоже красивый цветочек чернильного цвета и вот такой вот видите какой красивый камера передает вроде бы не передает он еще темнее насыщенно такой темный может быть вспышку фонарик выключил покажу а без фонарика вообще какой-то не четко ванну включим нам нужно чтобы видно было фонарик то ладно цветоносы конечно выбрасывать не буду но сейчас займемся в данном случае корневой шейкой наращиванию корней секатор я протерла так как чтобы не занимать время и начинаем обрезать цветоносы обрезаю я у основания я не оставляю никакие сантиметры миллиметры цветоносы будем наращивать на них деток это в следующем видео покажу а это нам нужно обработать и убрать кое-что ненужное тут очень много не нужно можно было вообще вот так хрясь и все но мы это делать не будем так как может быть что-то выживет где-то я дело свой пинцет вот смотрите шейка вроде бы хорошая видите ничего там обрабатывать и замазывать ничего не будем а это цветоносы вот цветоносы можно было бы замазать вот эти вот чешуечки их нужно поснимать для чего их снимать для того чтобы если будут пробиваться новые корешочки чтобы они не мешали росту новых корней так как они очень плотно сидят на растении и новые корешочки тяжело будут пробиваться хоть она не будут пробиваться выше вот это что это уже пробивается это цветоноса что-то нет корней еще нет сейчас обрежу вот это не нужно маленькая этот корешочек они принципе вот все сухие ведь все по высыхало абсолютно как она будет бедно наращивать ну пусть нарастет пусть старается стремится я и буду помогать в этом и через какое время нарастет корневая система нарастет я вам все покажу расскажу сегодня у нас 18 апреля когда появятся новые корешочки я вам сниму видео посмотрите вот это срезать и вообще ничего это сухое абсолютно можно оставить и можно срезать как хотите тоже по желанию не знаю я наверно оставлю этот сухой корешок зачищать дальше не буду это уже не будет играть роли корешки все равно появятся отсюда откуда-то отсюда они появляться не будут все в таком состоянии я ее ставлю в этот двойной горшочек вот этот корень будет касаться воды а здесь она видите если я поставлю просто так то шейка намокнет этого тоже мне не сильно нужно поэтому я возьму вот такой беленький камушек и под нее подставлю камушек все покажу вот видите шейка не касается воды а тот старый корешок один достает и будет пить препарат hb 101 когда как только начнутся показываться корешочки хотя бы зачатки я вам все покажу сниму на видео все мы будем с вами и здесь на полочке у меня будет стоять орхидейка далматинец и вот ставлю еще одну новую реанимашку на окно и оставить не буду а вот в двойных горшках я хотела вам показать как у меня растут башмачки я здесь посадила что либо шмачка и очень даже неплохо и здесь вот минички растут в двойных горшочках это мини бабочка у меня на вот вот так выглядит не хочет открывать до конца свои крылышки но она замечательная бабочка мне нравится на ней два цвета носика а здесь рядом посадила желтую из малиновым малиновыми крылышками когда расцветет все увидим оставайтесь на моем канале всем удачи всем пока всего вам доброго